С таким задорным настроением участник фольклорного ансамбля «Карусель» из Москвы исполнил не менее задорный музыкальный номер. За пять лет своего существования коллектив уже успел не раз принять участие во многих творческих проектах. Однако в «Салюте талантов» ребята в ярких национальных костюмах участвуют впервые. И, чтобы наверняка покорить жюри своим мастерством, подготовили шесть номеров. Впрочем, подготовка ребят к фестивалю заключалась не только в оттачивании профессионального мастерства. Мы начали готовиться заблаговременно, еще с сентября месяц, разучивать новые произведения, изучали маршруты в вашем городе. Ну, собственно, готовились по полной программе. Вы будете сегодня что показывать? Расскажите. Ну, петь песни, и в песне будут некоторые танцы. Мы много готовились, мы сегодня репетировали целый час, и до этого у нас два занятия в неделю, мы два часа посвящали этому. Мы очень хорошо готовились, очень хотим выиграть. Фольклорный ансамбль «Карусель» – лишь один из большого количества творческих коллективов, которые демонстрировали свои вокальные и хореографические таланты, а также игру на музыкальных инструментах. А некоторые привезли с собой настоящую цирковую программу. Речь идет о цирковом кружке «Веснушки» города Кобрина, который был открыт пять лет назад, и сегодня в нем занимаются порядка 60 акробатов, клоунов и жонглеров, мечтающих покорить цирковые арены мира. Среди них Анастасия Бенедесюк. Я вообще с самого детства занимаюсь, с третьего класса. Ну, много бегала, прыгала, мама решила отвезти. Очень понравилось, теперь даже не представляю свою жизнь без цирка, ну, хочу связать с этим жизнь. Мы будем показывать два номера, представлять от Кобрина, два цирковых, «Восток» называется, и номер «Глубина». У нас участвуют в номерах пять человек, младшая возрастная категория и старшая смешанная возрастная категория. Ну, надеемся на хорошие результаты. Фестиваль-конкурс в гостях у Деда Мороза – одно из 80 творческих мероприятий, которые проходят в рамках международного проекта «Салют талантов». Благодаря ему дети из разных уголков России и Беларуси могут не только показать свои таланты, находить новых друзей, но и стать настоящими краеведами и путешественниками, посещая разные города и изучая их традиции и культуру. Ребенок, занимающийся, например, музыкой, может сегодня посмотреть, а как же в городе Саратов занимаются хореографией, и тем самым увеличить, расширить свой кругозор, посмотреть, что существует еще другое, какое творчество есть. Победители фестиваля в гостях у Деда Мороза ждет суперфинал проекта «Салют талантов», который состоится в октябре в Санкт-Петербурге. Его призовой фонд – 500 тысяч российских рублей, получить которые сможет лучший из лучших. Осталось дело за малым – серьезная подготовка и вера в победу. Болеем за наших! Продолжение следует...